Так ну что откатались у нас Даша Павличенко и Денис Хадыкин, показали они свою новую программу впервые, очень красивая программа, такая интересная, много хореографических находок, платье какое у Даши в первую очередь, очень прям замечательно сидит, смотрится, красота невероятная. Но вот к сожалению, по итогам вот этой программы напрашиваются неутешительные выводы, которые напрашивались и в предыдущих сезонах, но вот казалось, что может быть еще вот чуть-чуть и ну наконец-то что-то допойдет. Но к сожалению, несколько моментов продолжают бросаться в глаза и они довольно очевидны. Первое, пожалуй, самое главное, что это все-таки пока что не парное катание и в первую очередь именно из-за партнерши. К сожалению, Даша, все прокаты, вот мы говорили про одиночниц, которые выходят, и для них каждый прокат это будто бы экзамен, они будто бы на расстрел выходят, и каждый элемент вот так вот, каждый элемент для них это огромное испытание. И вот так вот вся программа в страхе, в какой-то нервозности, в лучшем случае в полной концентрации. То есть о какой презентации может идти речь, о каком вообще катании может идти речь в таком случае. И у Даши это в каждом прокате. Будто бы для нее каждый прокат это огромный вызов, огромное испытание. И вот это проблема. Потому что каждый прокат должен быть удовольствием. Удовольствием того, что вы можете показать судьям, зрителям, чем вы можете похвастаться, чем вы можете удивить, чем вы можете насладить. А когда вместо этого в голове надо сделать чисто вот этот элемент, надо сделать чисто вот этот, надо вот здесь сделать тот или иной скрипт, надо вот здесь хореографию, надо вот здесь вот это не забыть, это, это, это. Сосредоточенность вместо катания и презентации. Даша на фоне Дениса, к сожалению, значительно проигрывает Денис как раз таки. И катается здорово, и довольно таки отдается программе. А Даша нет абсолютно. Ну, если так скажем, в начале карьеры, еще по юниорам, когда они катались, это, ну, казалось, что ладно, пока юниоры, пройдет, пройдет. И так шел сезон за сезоном, а все остается прежним. А уж частые срывы на прыжках тоже не делают ситуацию лучше. И просто получается так, что вот у них бывает один там из десяти или из пяти чистый прокат получается. И вроде бы все элементы, все здорово сделано, и даже оценки им высокие могут поставить за это. Но опять же, это всего лишь один из пяти прокатов, в лучшем случае, а то или один из десяти. И все равно катание это не парное. Нету там партнера и партнерши. Там есть партнер Денис, который здорово катает, и девочка из одиночного катания, которая сосредоточена на элементах и на скриптах программе. Так-то ребята сами по себе красивые и очень здорово смотрятся вместе, но, к сожалению, они не смотрятся как пара. Именно пара из парного катания. И именно из-за Даши. Поэтому Денису здесь нужна такая же партнерша по габаритам, но которая действительно может показывать парное катание. Которая может кататься в удовольствие, для которой прокат это не экзамен. Ну а в противном случае все, собственно, так и будет. Или ждать там, не знаю сколько еще, три-четыре года, пять лет. Когда Даша научится именно кататься в паре, а не как одиночница. И относиться к прокату, как к прокату, а не как к экзамену. То есть да, не исключено, они могут чисто откатать, опять же, как я сказал, но все равно. Но это не будет смотреться. Во-первых, частота таких чистых прокатов вряд ли будет высокой. А во-вторых, парного катания там все равно нет. То есть здесь требуется серьезная работа с партнершей, либо пора уже меняться, расставаться и меняться. Обидно, очень обидно, ребята хорошие, Даша замечательная девочка. Но вот что поделать, если просто не получается. Пускай они бы даже чисто откатались сегодня. Нету жизни, нету парного катания. Один сплошной скрипт и сосредоточенность со стороны партнерши. Продолжение следует...